евангелие матфея 5 46 ибо если вы будете любить любящих вас то какая вам награда не тоже ли делают и мытари интересный вопрос какая нам награда от того что мы любим тех кто нас любит почему иисус христос так сказал очень легко очень легко любить того кто кто любит тебя кто говорит тебе хорошее кто делает тебе добро кто помогает тебе лучших друзей всегда легко любить полюбить врага намного тяжелее полюбить того кто не любит тебя очень тяжело полюбить того кто желает тебя зла или делаю тебе зло. Кажется, нереально, но возможно. Итак, Иисус Христос спрашивает и говорит, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Какая мне награда, если я люблю того, кто меня любит? Это естественно, это просто. Это то, что делают неверующие люди. К чему призывает Иисус Христос? Иисус Христос призывает, чтобы я любил тех, кто не любит меня. Почему? Даже в этом мире люди, которые сделали огромный подвиг, сделали что-то хорошее, сделали что-то сильное, то, что может быть для простых людей кажется чем-то недостижимым, получают за это награду. В духовном мире то же самое. Иисус Христос в этом месте спрашивает, какая вам награда. В другом же месте, буквально несколько десятков стишков раньше, пятая глава, одиннадцатый стих. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Великазм. В одном случае сам Иисус Христос спрашивает, какая награда. В другом случае Он конкретно говорит, Он не просто говорит, что будет какая-то награда. Будет большая награда для кого? Для тех людей, которых гонят, тех, которых поносят, тех, которых неправильно злословят за Иисуса Христа. Итак, если вас гонят, даже те люди, которые называются братьями или сестрами, те, которые, может быть, современные фарисеи, если вас неправильно злословят, разного рода клевета, разного рода обман, больно, неприятно, обидно, если вас неправильно злословят за Иисуса Христа, помните, не обижайтесь, не несите в себе эту боль, радуйтесь, радуйтесь тому, что если вы будете правильно на это реагировать, если вы будете принимать это как Божью работу в вашей жизни и через вашу жизнь, в жизни тех, кто злословит, Бог приготовил большую награду. В первом стихе, в первой ситуации какая награда? Награды, видимо, и не будет. Во второй ситуации великая награда. Великая награда, когда вас гонят за Иисуса Христа, когда вас поносят за Иисуса Христа, когда вас неправильно злословят, всячески неправильно злословят за Иисуса Христа. Помните, великая награда для каждого, кто несет гонения ради Иисуса Христа. Пусть Господь благословит вас всех. Аминь.